Всем привет, с вами Дарья и канал LoftBlog. Сегодня мы познакомимся с плагином PostCSS Assets. Начнем с того, что узнаем, что он из себя представляет. Для этого обратимся к его документации. Сам по себе термин Assets подразумевает под собой ресурсы вашего проекта. Это могут быть, например, изображения или шрифты. Как можно узнать из документации? Плагин предназначен как раз для управления этими самыми ресурсами. Он помогает изолировать ваши стили, получать размеры изображений и встраивать файлы в ваш CSS. Давайте скорее перейдем к практике и узнаем, как это выглядит в жизни. У нас есть все тот же проект, который мы создали в предыдущем видео, и мы воспользуемся. Для начала нам нужно скачать наш плагин и подключить его в галпфайл. Уже привычная нам процедура. Первое, что мы узнаем, это как можно задать пути к нашим изображениям по умолчанию, чтобы не писать наши пути от раза к разу и не дублировать код, а лишь указать единожды путь в настройках. Для этого достаточно в опциях плагина указать параметр loadPath и в нем указать наш путь или пути, и relativeTo, в котором указать пути к нашим стилям. Теперь при указании пути на изображение можно не указывать путь целиком, а только название файла, и он сам подставит нужный путь. Как видим, все отлично работает. Следующее, что мы сегодня узнаем, это как можно встраивать наше изображение в стиле путем кодирования формат B64. Для этого есть специальная команда inline, которую нужно просто вставить перед путем к нашему изображению. Давайте посмотрим в DevTools, как это выглядит на самом деле. Как видим, наш файл находится прямо в нашем CSS. И последнее на сегодня, что я вам покажу, это как можно узнавать размеры нашего изображения, чтобы использовать его при необходимости. Допустим, мы хотим задать размеры элемента, такие же, как у изображения, которые мы собираемся отобразить на его фоне. Для этого есть специальные команды width, height и size, которые также просто необходимо поставить перед путем к изображению. Давайте попробуем это сделать. Зададим ширину и высоту блока равно ширине и высоте изображения. Размеры фонного изображения зададим равными оригиналу. Также можно указать коэффициент, во сколько раз мы хотим уменьшить значение. Достаточно добавить его после пути. Как можем видеть, все отлично работает. Если функционал этого плагина показался вам интересным, то уже сегодня вы можете начать его использовать. Как это делать, я вам уже показала. Более подробную информацию вы можете узнать из его документации. Ссылку можно найти в описании к видео. В следующем видео я познакомлю вас с плагином CSS Next. CSS Next это плагин, который предоставляет возможность использовать самый последний синтаксис CSS уже сегодня. Также вы можете посмотреть все плагины на сайте post-css parts, выбрать понравившийся и указать ссылку на него в комментариях и, возможно, в одном из следующих видео я его подробно разберу. На этом у меня все. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ни в коем случае не пропустить мои следующие видео и оставляйте комментарии с вопросами и возможными пожеланиями для следующих видео. С вами была Дарья и канал LoftBlog. До скорого!